Nuclea Kids или в переводе с английского «Атомные дети» – международный детский творческий проект Госкорпорации «Росатом». В проекте принимают участие дети работников атомных предприятий России и жители городов присутствия предприятий «Росатома» в возрасте от 11 до 16 лет, которые успешно проходят региональный отборочный тур. В ходе кастинга участники показывают свои умения в области вокала, хореографии и актёрского мастерства. Всегда приветствуются и дополнительные навыки – игра на музыкальных инструментах, знания иностранных языков и другое. Детей талантливых мне всегда мало, на самом деле. Просто детей, которые участвуют у нас в отборах, мне тоже всегда мало, потому что мне хочется, чтобы приходили просто все и участвовали. Потому что для детей, тем более из маленьких городов, ну, Десногорск, чем греха таить, небольшой город, мягко скажем, да, но для них это, в общем, шанс попасть на крутой федеральный проект и себя очень сильно показать. И многих детей, которые у нас приезжают из таких городов, как ваш, наш проект немного меняет. Я не знаю, в какую сторону, в лучшую или в худшую, но меняет это однозначно. Всего участие в отборе приняли более 20 десногорских ребят. Многие впервые, некоторые повторно. Были и те, кто уже стал членом команды «Атомных детей» и в предыдущие годы. В интерн-конкурсе я принимаю участие уже второй раз. Я прошел на сам проект «Нуклеар Кидс». Мы занимались там тем, что ставили мюзикл. Три недели мы ставили мюзикл в Репино. Потом мы показывали его в разных городах и странах. Для творческого человека работа с такими же активными и позитивными и талантливыми людьми, как и я. И это дает, как я уже говорил, отличный позитив и заряд энергии на дальнейшую работу. О проекте уже достаточно хорошо знают в Десногорске. Ребята обмениваются информацией в школе и за ее пределами. Александра Бурдова занимается вокалом с ранних лет и пришла попробовать свои силы впервые. Итогом проекта станет мюзикл, над созданием которого вместе с детьми будут работать известные режиссеры, композиторы, хореографы, профессиональные педагоги. За время существования проекта с ним сотрудничали Лолита Милявская, Елена Кипер, Дмитрий Бикбаев, Юлиана Донская и многие другие. Место расположения репетиционной базы в разные годы меняется. На этот раз участники проекта будут жить в городе неподалеку от действующей АЭС ПАК Швенгрия. Высокопрофессиональное полноценное музыкально-драматическое представление будет создано в течение месяца. Затем начнутся гастроли. В этом году проект отмечает первый большой юбилей десятилетия. Это найдет отражение и в постановке спектакля. По словам организаторов, в этом году планируется набрать порядка 80 ребят из стран присутствия Росатома. 50 школьников из России будут участвовать Китай, Бангладеш, Венгрия, Нидерланды, Чехия. Присоединятся Египет, Великобритания и США. Цель проекта – создать поле для общения детей в мировом масштабе. У ребят-участников проекта появятся друзья в разных точках земли, и для них откроются новые горизонты. Войдут ли десногорцы в творческую команду, станет известно после майских праздников, когда жюри в Москве подведет итоги. Продолжение следует...